Александр Зорин презентует дончанам и гостям города свою восьмую персональную выставку. Те, кто немного знаком с творчеством художника, отмечают, что коллекция пополнилась новыми произведениями. Автор раскрывает некоторые секреты. Здесь есть новые. Есть одна икона, целитель Пантелеймона, её вообще нигде не было. Есть новые картины на зеркале, которые я уже делаю в середине сюжета, природа, например, гравирована по краям в орнаментах. Александр Васильевич с детства мечтал стать художником. Но из-за того, что жизнь в селе не очень этому способствовала, только в 1971 году он окончил школу художников-оформителей. Автор выставки пишет пейзажи и натюрморты на холсте. Ранее делал чеканные работы по металлу. Три года назад начал работать со стеклом. Но, как и любой талантливый человек, он всегда был и даже сейчас находится в творческом поиске. Можно попробовать даже такое, как у меня исчезает, появляется объём. Можно попробовать даже на холсте. Но вообще этому предела нету, конечно. Что-нибудь ещё придумаем такое, если понравится. Будет нравиться, народ будет ходить, и будем придумывать ещё поновей. Сегодня художник декорирует зеркала и стёкла при помощи пескоструйного аппарата, гравировкой и красками. Единственное, что огорчает мастера, это то, что он не может, к примеру, научить этому детей, так как такое творчество просто опасно. Творить приходится в респираторе, так как большая часть материалов вредна для органов дыхания. Удивительно то, что Александр Зорин всему научился самостоятельно. На данной выставке в Краеведческом музее представлены 54 его работы. Ника Пиманова, Александр Худолей, Первый муниципальный.